Добрый день дорогие друзья. Когда мы были в Краснодаре, у нас было достаточно большое количество встреч с людьми, которые себя считают обиженными, обманутыми. Вот именно по этой теме, потому что наши предыдущие публикации, они нашли большой отклик, почему же вот эта вот компания, вот этот Ваган Урутюнян, компания А вот такие неуязвимы. Во всех силовых структурах, в таких как следственный комитет, прокуратура, значит все вот эти жилищные инспекции и так далее, везде есть люди, которые либо родственники, либо дальние, либо близкие родственники. Любая жалоба, ну даже самая обоснованная, она оказывается после проверки несостоятельной. В прокуратуре края, в жилинспекции, в следственном комитете. Причем эти люди, они все одни и те же. В следственном комитете это один и тот же следователь, да. Грубо говоря, если в суде, где сдаются дома этой компании, везде судья Первомайского района. Каким это его образом, значит, вот эта судья Попова дает разрешение на ввод в эксплуатацию дома, который не сдавался государственным инспекциям, ну государственным комиссиям, ну по разным направлениям. Мы считаем, что это создает угрозу жизни и здоровью граждан, поскольку не пройдя вот эти проверки, не пройдя приемку, эти дома, они не соответствуют техническому регламенту, да, что создает, ну реальную угрозу для здоровья, жизни и так далее. К нам тоже поступал звонок из Совета судей Краснодарского края, которые, ну достаточно пристально хотят посмотреть, вот на деятельность вот этой судьи Поповой, там, которая принимает эти решения, поскольку прецеденты увольнения судей из Краснодарского края, вот по таким фактам уже были, потому как вопросы решались в обход администрации города, без проведения госэкспертиз, разрешительных документов, то есть, соответственно, тоже строители каким-то образом использовали судебную систему Краснодарского края, как прачечную, да, для отмывания своих темных дел, вот. Ну и также тут вот извещается в краснодарских новостях, что после того, как вот эти нарушения вскрылись, судебных мантий лишились судей Валерий Слуков, Руслан Тагибов, вот, и по собственному желанию уволились председатель суда Владимир Бахметев и судья Владислав Власенко. И вообще-то мы за эту тему взялись именно поэтому, потому что такие случаи уже происходили. Ну вот, пресловутый дом на Бородинской 10, мы с нашим оператором все-таки решили посмотреть, как на самом деле происходят там дела. Напомню, что нам приходили ответы из прокуратуры края, из госинспекции края, которые нас убеждали в том, что все указанные жителями недостатки, их не существует. То есть, все там хорошо, все там отремонтировано, никаких там перегибов по квартплатам нету. Мы пригласили в этот рейд нашего постоянного эксперта по городу Краснодару, главного редактора сетевого издания «За Краснодар», Вячеслав Вячеславович Попова. Вот, он прокомментирует все, что происходит на месте. Давайте посмотрим сюжет. Вячеслав Вячеславович, вот мы сейчас получили ответ от жилинспекции по поводу там подключения, подключения дома. Вот даже вот это подключение, которое они признали, вы как это прокомментируете, вот внешние источники, внутренние источники, как это сейчас вот выглядит? Вопрос заключается в том, на подключение вот этого дома мощности были оплачены или нет? Или эти мощности были оплачены жильцами этого дома фактически, когда они покупали квартиры? А этот дом присоединен к мощностям без оплаты. То, что платится за электроэнергию, это одна оплата. Но для того, чтобы присоединить объект жилищного строительства, нужно оплатить энергоснабжающей организацией за каждый подключаемый киловатт. Вот внесена плата или нет? Если не внесена, то на каком основании фактически мощности, которые принадлежат жильцам, собственникам квартир, перераспределены на этот дом? Подстанция с той стороны, а вот выходит кабель. Куда? Куда он идет? А с той стороны находится, судя по всему, офис. Сейчас оно отключено. Мы когда были здесь, месяца два назад, здесь все было подсоединено, мы все это сфотографировали, сняли, все как положено, задокументировали. На сегодня мы имеем только одну воду, видите? Это водяная труба, это холодная вода. То есть в какой-то момент здесь бах, если труба подключила, и все поехало дальше. То есть вот это футляры, футляры заложены, видите? В футлярах идут трубы внутри. То есть их загерметизировали, чтобы создать видимость, что там ничего нет. А вот там находится офис АВАГРОП, вот с этой стороны. То есть это отопление к офису АВАГРОП, пока не требуется? По видимости, да, потому что куда они вообще могут идти? А мы... А не дают официальный ответ, что это идет подключение конкурса АВАГРОП? Вот. Соответственно, и кабель в том направлении идет. Не в сторону. Трансформаторная подстанция, если вы помните, находит что-то в той стороне. А легально ли это подключение? Да. Соответственно, если теплоснабжающая организация не знает о том, что это снабжение идет, и она не получила деньги, то почему это подключение? Но если вспомнить, что вообще этот дом сдавался по судебному решению, есть подозрение, что это не сдавалось ни в какую теплоснабжацию? Ну, вы знаете, я почитал этот судебный акт, я очень долго удивлялся, я отправил нескольким юристам, они все разводят руками. То, что там написано, ну, это просто вот... Ну, мы получили сигнал из коллегии судей Краснодарского края, которые взяли рассмотреть этот вопрос, ну, как бы подвергнуть его обструкции. Вопрос вот решения именно судей. Мне звонили из Совета судей Краснодарского края тоже по этой проблематике. Нам позвонили. На каком основании без разрешения владельцев управляющая компания подключает какие-то другие объекты? Это называется лоток. Это идет к нашему коллектощику. Вот, вот здесь идет электрокабель. Что это за кабель и кто его разрешил по забору, по металлическому проводить? Ну, должно быть соответствующее заземление, измерение проводить. А вдруг что-то произойдет? У нас в Краснодаре буквально года два или три назад молодой человек шел по улице Красной, когда ее затопило. Вот так затопило улицу Красную. Его убило током. Потому что какой-то деятель подключил фонарь, который снизу, и вместо автоматического выключателя там ничего не стояло. Вот эти объекты, они вообще не стоят на кадастровом учете, между прочим. Они скажут, что это временная конструкция. Но это не временная. Я понимаю. Они скажут вам, что это временная конструкция. Администрация должна была сюда выехать, прислать инспекторов. Власть увидела, что у вас есть мойка, есть у вас пекарня. Власть вам дала какой-то ответ, что это законно здесь построено. Нет. Пока одни безуспешно пытаются, имея на то законное основание, получить разрешение на строительство, их футболят, не выдают, они судятся. Другим выдают с нарушением градостроительных норм и правил, и они спокойно строят, и у них возникает что? Сверхприбыль. Вот так обстоят дела. То есть здесь вот достаточно четко проиллюстрировано. Вот эта автомойка, которую мы вам показали, она принадлежит Татосу Арутюняну, родственнику, по нашим сведениям, двоюродному брату Вагана Арутюняну. Вот это вот огромная пекарня, которой все подключены к коммуникациям дома. Вот это вот эти обрезанные трубы отопления, которые отрезаны, но там вставлены пробочки, которые можно вынуть и подключить опять. То есть на период проверки их отключают, как вы сами убедились, и потом их включают, когда проверка уходит. Вот эта Бородинская 10, она как бы просто стала каким-то таким входным порталом в эту тему. На самом деле этих же личных комплексов, которые построили и обслуживают АВА-группы, их намного больше. Вот мы встретились еще с двумя представителями. Есть такой поселок Знаменский, ЖК Первомайский называется, адрес Первомайский 36. Вот к нам пришли тоже две жительницы этого комплекса жилого, и они являются еще по совместительству управляющими домом. Что удалось жильцам этого дома? Они сделали невероятное то, что не удается другим, в других жилых комплексах. Они смогли избавиться от управляющей компании, навязанной АВА-групп. Эта борьба была непростой. Управляющая компания пыталась через суды восстановиться, но жильцы победили. Они вышли из-под контроля уже этих управляющих компаний. На данный момент они достаточно довольны своим положением. У них есть полный контакт с управляющей компанией, которую они сами выбрали. Давайте послушаем их. Мой дом 36.3, помещения в цокольном этаже и на мансарде были сданы через суд. Инженерные сети были не рассчитаны. Рассчитывались на 89 квартир, насколько я помню. В итоге у нас 135 квартир оказалось в каждом доме из 7 всех домов. И люди, которые сейчас на данный момент проживают, особенно в цоколях, вынуждены жить в ужасных условиях, где постоянно идут подтопления, постоянно поднимается либо уровень воды, либо канализация, и грибок, ну и все, что следует. Все последствия вытекающие. И грибок, и разрушение. У них нет ни окон, ничего. И подвальные помещения, ну в цоколях, которые должны быть подвальными помещениями техническими, у нас жилые. В случае чего мы элементарно даже не можем туда спуститься. Это ужасная работа управляющих компаний. То есть нас абсолютно никто не слышал. Все просьбы, которые были и в письменном виде, и словесном виде, отправлены на адрес управляющих компаний, игнорировались. Менялись постоянно мастера, менялись клининговые компании. То есть и уборка порой страдала. Но самое главное – это инженерные сети. То есть запустили инженерные сети очень сильно, что сейчас люди вынуждены вкладывать свои собственные средства, ремонтировать газовые котельные в домах до такой степени. А вы каким-то образом пытались бороться юридическими методами, но имеется в виду подавать в жилы инспекцию, какие-то жалобы подавать в прокуратуру, ООО? Несколько лет мы подавали в жилы инспекцию. В основном это от ПИСКИ. В прошлом году осенью удалось выиграть суд. Но сейчас до сих пор эти суды продолжаются, идут. Уютный дом подает жалобы. Он не согласен с тем, что от них требуется. Это привести детскую площадку в порядок и подъезды. Он считает, что он не должен этого делать. Мало того, они еще повторно решили провести собрание и внести в квитанции, в платежки, что мы должны еще скинуться сами собственники на ремонт этой же площадки, которую посуду обязали. Которую они должны были обслуживать все эти года. И ремонт также, включить квитанции. Мы очень долго не могли заключить договор с Неск, потому что были большие нарушения. В итоге месяца через 4 удалось управляющей компанией все это сделать. Мы установили счетчики. Общедомовые их не было. Поэтому мы даже не знаем, как уютный дом начислял, каким образом он рассчитывался с Неск. Нет информации. Вся работа скрывалась. И вместо того, чтобы наладить диалог с инициативной группой, нас травили. Все эти годы, последние 3 года. И участковые к нам приходили, и угрозы поступали. И устные, и письменные, и всякие. Мне поступали угрозы от сотрудников управляющей компании «Уютный дом». И там говорились многие вещи, в том числе о снятии оборудования. Но, естественно, эти люди были, скорее всего, в выпившем состоянии, поскольку такие вещи серьезные, навряд ли бы они сказали в адекватном. Ну что, мы дальше шли. Мы сменили управляющую компанию. И сейчас, чем дальше в лес, тем больше дров. Все выясняется. Незаконные врезки, в том числе. Это еще частный сектор подсоединен к сетям водоснабжения и ливневой канализации. Все это выясняется сейчас в процессе, когда у людей периодически нет воды. Абсолютно отсутствует все-таки 5 этажей. Когда у нас нет воды. И все это... Вот сейчас мы поднимаем вопрос, как нам. У нас нет ни проектной документации, ни каких-то схем. Мы не можем даже понять, как вообще давались разрешения уютным домам или застройщикам на врезку эту незаконную. Были ли вообще техусловия выданы? Мы даже в этом сомневаемся. В 2019 году, как выяснилось уже позже, уютный дом провел собрание. Но собрания как такового не было. И по этому решению нам поднимали ежегодно два раза. На рубль с квадратного метра. На 5 лет они утвердили поднятие на, ну, считай, на 2 рубля в год. Якобы под видом собрания... Под видом... Что там? Собрание, да, было, что будут устанавливать видеокамеры. Видеокамеры, они свои, их же люди обходили дома все и собирали подписи. Люди именно на камеры подписывались, а в итоге не камер, а прибавилось вот изменение в договоре, где добавляется тариф. И продление их полномочий на 5 лет. На 5 лет, да. Когда мы переходили, можно я добавлю, когда мы переходили в другую управляющую компанию, выяснилось, что опять те же самые работники, которые собирали подписи на видеокамеры незаконно, потом все-таки увеличили тариф. Те же самые люди ходили, собирали еще подписи под другими... Вот для ремонта, да, для ремонта площадки и для ремонта наших домов. В этом году Уютный дом 3 раза планировал проведение собрания. Ничего у них не вышло, обратно надо забрать. Им очень невыгодно, чтобы мы ушли. Слишком много всего нарушилось. Слишком много всплывает, да. Есть еще жилищный комплекс Гарант. Это два корпуса, да, управляющие компанией Крафт. Точно так же это все ставилось на учет судьей Поповой, да, вот этой вот незабвенной. И точно такие же все проблемы, как и во всех жилых комплексах. Идет постоянная борьба вот с этой вот управляющей компанией Крафт. Вот. И тоже эти жители считают себя заложниками. Мы с ними тоже на контакте. Считаю себя заложниками компании Ава. Давайте поговорим про вообще эту компанию Ава. Значит, мы встречались со строителями, которые, значит, ну, ведут свою деятельность в городе Краснодар. Мы получили, ну, достаточно такую интересную такую информацию, которая заключается в том, что компания Ава, она работает в альянсе с компанией АСТ. Это тоже компания строительная. Сдача домов происходит по судебным решениям, для того, чтобы не заморачиваться, да, и сильно не соблюдать нормативы строительные, СНИПы и так далее. Вот. Они работают в тесной связке с администрацией края. Мы общались с представителями вот компаний, которые находятся на строительном рынке города Краснодара и Краснодарского края. Вот. И у нас есть такая информация, что вот компания Ава, компания АСТ, они в связке с администрацией края проводят, ну, в общем-то, действия, которые никак нельзя характеризовать по-другому, как рейдерские. Почему? Потому что на каком-то этапе строительства, уже близкого к концу, вдруг администрация края может отозвать разрешение на строительство и дать достроить это компаниям, ангажированной с ней, вот этими двумя компаниями АСТ и Ава. Но это наше предположение, мы не можем об этом утверждать, и поэтому мы просим всех строителей, которые могут посмотреть этот наш сюжет, связаться с нами. Когда у нас будут доказательства, мы об этом по-другому поговорим. Мы будем писать в прокуратуру, что практически бесполезно писать в прокуратуру края. Мы это убедились вот на этом маленьком примере. Но мы будем писать в другую прокуратуру, которая немножко по-другому с этим разбирается, и будем делать туда журналистские запросы. Есть депутаты, которые с нами работают. Мы будем просить их делать депутатские запросы на имя генерального прокурора, председателя следственного комитета и так далее. Есть жилой комплекс, там связано с дорогой. То есть Ава построила большой жилой комплекс, и там никто не подумал о дороге. То есть жители, которые живут в нем, они не могут ни заехать, ни выехать. И там сейчас решается вопрос с этой дорогой каким-то образом. Какой-то газопровод хоть собираются переносить. Мы с ребятами с этими связались, мы с ними поговорили. Говорят, давайте приезжайте, мы с вами там на эту тему пообщаемся. Отказались, говорят, мы боимся, все, мы не поедем никуда. А чего они боятся? Физического воздействия? А что, это мафия какая-то, что ли? Меня зовут Жухин, Дмитрий Владимирович, да? Я руководитель пяти управляющих компаний. Вот Ава, в лучшем, да? Мы приехали с вами поговорить, какие у вас вопросы. Фонд капитального ремонта, который у вас есть, это вы не нам хватите. Мы не обслуживаем капитальный ремонт, да? Этим занимается отдельная организация. Тут куда вы перечисляете деньги, да? И мы будем это делать за свой счет, получается. Ну, как за вас счет, и все плюс наши затраты будут налажаться, да? Куда ушли затраты, и что осталось на конец? Где у вас акты? У вас нет ни одного акта. У вас нет. Кто подписал акты? Покажите мне, кто подписал эти акты? Идут на текущий период суть между инициативной группой и вами? Нет. Кто собирал подписи в этот суть? Значит, это не с этим. Я отвечаю на вопрос, привезли до сухих. Он должен быть уютный, а он свиньстребен. Мы запросили у людей, которые нам помогают в городе, да, вот следующую информацию. Нам сейчас интересно. То есть мы предварительно знаем уже, да, но нам нужно подтверждение. Кто работает в интересах АВЫ, связанными родственными связями, кто работает в интересах АВЫ и АСТ в Следственном комитете конкретно, кто работает в прокуратуре, кто работает в администрации Краснодарского края, кто работает в жилищной инспекции Краснодарского края, в каких-то проверяющих органах. То есть нам сейчас теперь уже интересно основы, основы их могущества, да, то есть и причины, почему им все сходит с рук. Почему люди физически боятся даже эту ситуацию осветить. Вот. Мы надеемся, что в следующих выпусках вам, ну, как бы предоставим все фамилии, потому что нам тут дали кое-какие материалы, которые мы сейчас чуть-чуть должны переработать и проверить. После того, как мы их проверим, мы эти фамилии все назовем. Мы, как ответственные СМИ, все-таки должны подготовиться, потому что мы понимаем, что мы столкнулись с чем-то очень большим и очень неприятным, да, поэтому мы будем, когда эти вещи освещать, мы будем параллельно готовиться отвечать за свои слова в суде, с привлечением тех лиц, которые готовы будут с нами в суде выступать, с привлечением СМИ, с привлечением общественности. Мы в этой ситуации разберемся и будем вас информировать в наших последующих выпусках об этой ситуации. Всего доброго. Пишите лайки, комментарии, подписывайтесь. До свидания.